Какими будут приоритеты работы в вашей партии в Европейском парламенте, если и вас разберут? Дело в том, что мы идем к власти с слоганом «отнять власть и наказать». И сегодня основная задача – это не допустить вот этих вот мерзавцев, которые уже много лет выполняют волю Брюсселя и совершенно не думают о народе, не допустить их к власти. Это первое. Второе – это платформа. То есть время, проведенное в протестах, а это были сотни протестов во времена фронта народной власти, которые единственную организацию запретили, ее деятельность показала, что сегодня власть не хочет считаться народом, ее не интересуют обыкновенные нужды народа, такие как электричество. То есть в Далгиве вода еще не стала дорогой или платной. Почему вы думаете, что именно ваша партия может лучше всех остальных реализовать эти приоритеты? А потому что мы простые люди из народа. Потому что мы боролись на улицах, нас арестовывали, нас сажали в тюрьмы, нас наказывали, но это нас не остановило. И сегодня мы уже здесь стоим и говорим о том, что у этих людей нужно отнять власть и наказать. Они движимы только силой власти Брюсселя, они движимы только своими собственными корыстными интересами, они движимы только карьерой и больше ничем. То есть в их головах нет ни одной проблемы, которая есть у каждого из вас. Нужно ли, по-вашему, менять какие-то нормы или директивы, которые сейчас действуют в ЕС? Да, это отличный вопрос. Нужно менять, нужно полностью убрать все руководство Евросоюза, поменять его на людей, которые будут думать не о государственных каких-то глобальных проблемах, а просто о своих собственных жителей. И будут говорить о проблемах именно латвийцев в Европарламенте. И не только говорить. Вот когда, вот заметьте, они отсиживали свои штаны, они пропадали, они появлялись через 4 года и снова просили за себя голосовать. Вот эти все предыдущие европарламентарии и евродепутаты. А на самом деле, на самом деле, они должны были каждый день свои работы коммуницировать с вами. Какой фракции европейского парламента вы хотели бы или не хотели бы работать и почему? Ну, точно не хотели бы работать с фракциями, которые придерживаются нетрадиционных взглядов. Вот сегодня Евровидение показало, насколько беспринципная сегодня политика Евросоюза. И все заключается в том, что управляет Евросоюзом вот такая вот ультралиберальная идеология. Ну и в практическом смысле, что Латвия получит, если вас изберут? Ну, наверное, понятно, что, по крайней мере, народ получит ясную картинку, где мы сегодня находимся и что нам нужно сделать, чтобы жить благополучно в нашей стране. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!